Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе. Номер 1189. События дня. Книга пророка Осии. Вторая глава, со второго по седьмой стих. Считайте. Прочитайте, задержите. Потом за 20 марта 2019 года. Ну и объявление. А для тех, кто желает помочь, умерла тут у нас сестра, четверо ребятишек осталось. Можете затормозить, увидеть, тут все снято, как похороны были. Четыре ролика. И вот адрес. Христос посреди нас, дорогой Игнатий Тихонович, в своем посте на мои многочисленные к нему обращения, Алексей дал следующий ответ. Я буду делать с ним интервью по скайпу. Светская вера. Светская вера. Светская вера. Название. Александр. Такое-то. То есть мне, Игнатий Тихонович, надо готовить вопросы. Дай Бог, чтобы он обратил на них внимание. То есть Алексей Шахматов. Потом эти вопросы я сброшу вам, Игнатий Тихонович. Как вы теперь знаете, Алексей завел пост свой, который назвал светской верой. То есть вот так. А что я ему написал? Алексей, нам, православным, да и всем христианам, лучше всего на все вокруг нас смотреть во свете Библии. Следовательно, как об этом более чем хорошо сказал Игнатий Тихонович, известный миссионер. На все надо смотреть открытым оком. Поэтому светская вера удачный ли вариант? В Библии у святых отцов этого нет. Поэтому надо искушать людей тем, чего Библии нет. А чего нет Библии, о том не рассуждаем, сказал святитель Иоанн Златоуст. Алексей, на пользу ли будет эта игра слов? Не на разрушение ли это послужит и без того хрупкого мира? Подумайте, Алексей, надо ли идти против Бога, истины, святой Библии, да и святых отцов церкви? Может, все же открытым оком, Алексей? Умудри и помоги тебе, Господи. Хорошо бы, если Алексей проникся из-за этой ответственности. Обращался я к отцу Владимиру Головину. Отец Владимир, мне кажется, что обстановка более чем оздоровилась бы ваша от встречи с Игнатием Тихоновичем Лапкиным, который, судя по его роликам, давно уже ждет вас в Барнауле. Думаю, что если у вас сейчас нет возможности, мне кажется, что с Игнатием Тихоновичем легко можно связаться по скайпу, предварительно позвонив о времени связи. Ваши помощники в этом, наверное, тоже помогут вам. Да хранит вас Господь Бог. Потерпите, батюшка. Ваш брат во Христе Александр. Город такой-то. Ответа пока нет. Еще на канале «Спас» на 21 марта 2019 года якобы будет передача «За что могут лишить сана священника». В рекламе были кадры с отцом Владимиром Головиным. Посмотрим, что за передача. Дело еще в том, что Алексей Шахматов сделал ставку в ролик об отце Владимире с его словами «Есть угроза дорезать как человека». Этот ролик Алексей так и назвал. На что, может быть, не совсем хорошо будет для патриархии. Помоги всем нам, Господи. Ну и Христос посреди нас пишет. Да, Игнатий Тихонович, я вас понял. Да будет так, если угодно, Господу Богу. Мне тоже Алексей пока ничего не отвечает, но в своем видеоролике упомянул вас и о том, что ему надо бы встретиться с вами. Но для этого ему надо бы помочь подготовить вопросы, которые он озвучит на интервью. «Ваш брат во Христе Александр, город такой-то». Я отвечаю. «Мы рады, что Господь услышал наши молитвы о том, чтобы он сам нашел того, кто из их среды восстанет за поруганную славу Божию». Из Икииля 23.36. «И сказал мне Господь, Сын Человеческий, «Хочешь ли судить Оголу и Оголеву, выскажи им мерзости их. Вы в наших семикратных стопоклонных молитвах были днем и ночью». Это я опишу Максиму Степаненко. Псалом 118.164. Максим скинул мне три своих материала последних. «Семикратно в день проставляю тебя за суды правды твоей. Мы благодарны Богу и рады с вами, что вам доверил судья Грозный. Именно вам, дорогой наш брат Максим, эту пророческую миссию». Из Икииля 20.24 стих. «Хочешь ли судиться с ними? Хочешь ли судиться, Сын Человеческий? Выскажи им мерзости отцов их». То есть не только их, но мерзости отцов. «Ибо случилось то ужасное, чего нельзя было не видеть и невозможно терпеть». И дальше я пишу то, что впереди было написано. Осия 2.2.2.8. Можно было бы еще добавить, что миссионерские отделы Бог никогда и нигде за всю мировую историю не создавал, а посылал по двое, только по двое. Матфея 11.2. «Ианн, же услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих». Пожалуйста. «Ианн, креститель. Двоих. Деяния. И послал в Македонию двоих, и служавших ему Тимофея и Раста. Сам остался на время в Асии. Второе место. И призвал двенадцать, начал послать их по два над нечистыми духом. Дал власть. Два и двенадцать уже четырнадцать. После чего избрал Господь и других семьдесят учеников, послал их по два. Перед лицом своим, во всякий город и место, куда сам хотел винать. Четырнадцать и тридцать пять. Павелу было с Варнавой двое. Вот пятьдесят. Возник конфликт и забросивший их Марка. Вот она, говорится. Варнава взял, избавил себе силу. Пятьдесят один. Остальные лишь как обслуга. К месту вспомнит Кирилла и Мефодия, пятьдесят два, Моисея и Арона, пятьдесят три. Можно сказать, создавать отделы судоружества, организации самые различные, разные и всякие, кроме миссионерских. Эта прерогатива принадлежит только Духу Святому и только двоим. И случайно святой Аназатаус говорит, что книгу «Деяния апостольских» нужно было бы правильнее назвать «Деяния Святого Духа». И нам Бог доверил совершить миссионерскую поездку по странам Европы, Скандинавии и Азии. И только вдвоем, не считая шофера и собаки урагана. Прошли сто двадцать тысяч километров. Три раза обошли земной шар по экватору. Сделали подарки примерно на тридцать пять миллионов рублей нашими книгами и священным писанием в шестьсот пятьдесят городов и районных сел. Христос посреди нас есть и будет. Дорогой Игнатий Тихонович, это мне уже пишет. Сегодня Алексей разместил ролик, что в 21.40 по телестудии «Союз» будет передача об отце Головине. Пришлось посмотреть. По результатам просмотра посчитал, необходимо написать винт 100 грамме Алексея «Светская вера». Написать следующее. С трудом, но передачу все-таки досмотрел. Может, из-за времени, но причина случившегося раскрытием, к сожалению, вряд ли удалось. Многое почему-то, кто может невольно, смели на отца Владимира Головина. Хотя истинная причина случившегося гораздо глубже и имеет вполне конкретные причины. Справедливости ради, все же надо отметить, что ведущая Елена, на мой взгляд, во многом была ближе всех из присутствующих к истокам этих причин и к истине. Алексей, просматривая эту передачу, я все время имел в виду прежде всего отца Владимира и вас. Поэтому мне показалось, что тяжелее всего дальше придется пережить вам. Так как отец Владимир к подобной передаче, наверное, внутренне годом он готов и знает, что дальше делать. А теперь хотя бы кратко о причинах, которые в передаче, к сожалению, так конкретно не прозвучали. На мой взгляд, если бегло, причина случившаяся не столько в отце Владимире, а в отсутствии соответствующих общин в подавляющих приходах в церкви. Разве нет крепких общин, нет и приходов, раз нету? По этой и во многим причинам миряне не знают Святое Писание, то есть Ветхие Новые Заветы. Мало что понимают в службе. Многие страдают маловерием, возполагаются на батюшек, а не на Бога. Христа. Многие из нас давно уже стали не прихожанами, а захожанами, мало зная друг друга в церкви. Десятину не платим. В результате в храмах давно-давно утвердилась торговля, которая превратилась в симонию. А когда люди приходят в церковь, то невольно приходят не ко Христу, а к священнику, который зачастую приучает их к себе, а не к Спасителю. Как результат, в храмах нет ни приходов, ни общин, ни соборности, поэтому случилось то, что не могло случиться. Не могло не случиться. Словом, настоящих общин стало найти почти невозможно, поэтому наши батюшки и страдают. Если бы миряне знали Святую Библию, если бы в церкви была бы община, соборность, прежде всего из местных жителей, то ничего подобного с отцом Владимиром случиться не могло даже теоретически. То же самое мы могли бы сказать и о других. Тогда можно было бы сказать, там церковь, там порядок во всем, там сам Господь. Все, что, если кратко, нельзя было не добавить к этой передаче, о чем, к сожалению, мало, что даже намеком прозвучало там. Но выход Алексея, кажется, все же есть, о чем я вам пишусь чуть позже. Завтра допишу ему вопросы. Хорошо бы, если к этому времени подредактируете вопросы и вы. Думаю, что исходя из этой передачи, кое-какие вопросы Алексея надо было все же добавить. В целом, он настроен по-боевому. Дай вам Бог всем помощи, вразумления и найти во всем этом святую волю Господню. Александр. Я отвечаю. Все, до запятой сделайте сами. Мне тут совершенно нельзя вмешиваться. Я в другом месте скажу. Мир вам, Игнатий Тихонович, только что нашел в одной из проповедей святейшего патриарха Кирилла следующее. Суд Божий происходит не только в вечности, он происходит и в истории. И Господь является справедливостью и наказывает людей. Иногда наказания эти очень страшные. Примерами таких наказаний наполнено священное писание Ветхого Завета. И наша история свидетельствует о том, что Бог по ругаем не бывает, что вызвало на него шквал негодований на патриарха. А сказал-то правильно. Игнатий Тихонович, а вы слышали об этой его проповеди? Ну, это я так, для сведения, вам лично. Мне кажется, что Алексею Шахматову надо бы задать примерно следующие вопросы. Алексей, вот несколько вопросов, которые, как я полагаю, могли бы вы задать Игнатию Тихоновичу Лапкину. Ну, понимаете, меня там и нету, меня никто не спрашивает. И однако, ну, там вот разговор такой идёт. Мы сейчас вот узнаем, насколько это необходимо было бы. Как могло случиться, что Святая Библия в России была переведена лишь в 1876 году? Как могла жить Русь без перевода Святой Библии на родной язык? Какие духовные последствия в этом видятся? Вам. Что говорится в Святой Библии по отделению церковной жизни от светской? Говорится ли об этом что-то конкретно в канонах Церкви? Святыми Отцами. Третий вопрос исчез. Что и где говорится в Святой Библии в канонах Церкви с Святыми Отцами по отделению церковной жизни от светской жизни? Насколько важно это выполнять в Церкви? К чему может привести общество при их игнорировании обществом? Не совсем понятно. Если в Святой Библии в канонах Церкви указание исполнять Святую Библию, а в своих делах и повседневной жизни во всем остальном следовать золотой середине, может ли быть в жизни общества светская вера? Что сказано об этом или примерно об этом в Святой Библии в канонах Церкви? К чему это может привести согласно Святой Библии? Могут ли мирские люди, миряне, согласно Библии вмешиваться в решение Церкви по лишению сана у священнослужителя, как случилось с отцом Владимиром Головиным и другими? Если в РПЦ положение об общине Церкви, какой его статус? Согласно канонам Церкви и Святой Библии, может, с этим почином могла выступить лишь община, где служит отец Владимир Головин? Что говорит Святая Библия и что пояснили святые отцы Церкви в полном собрании творения святых отцов Церкви и церковных писателей, а также в канонах Церкви о вмешательстве в дела Церкви по священнослужителям? Что и где говорится в Святой Библии и канонах Церкви с святыми отцами по молитвам по соглашению? Что и где говорит Святая Библия о торговле в Церкви, симонии? Не потому ли это случилось с отцом Владимиром Головиным и другими священнослужителями? Если благочестивый выход, согласно Святой Библии, канонам Церкви по этой ситуации, из этой ситуации, какова могла быть в этой ситуации руководство РПЦ, согласно канонам Святой Библии и толкования святых отцов? И ваше личное мнение о случившемся в Церкви с отцом Владимиром Головиным и другими в свете Святой Библии, канонах Церкви, то есть с открытым оком. Какие пути преодоления вам видятся в этом? Игнатий Тихонович, поработайте, пожалуйста, эти вопросы и верните их мне на мою почту. Умудри вас, Господи, благослови. Я несколько раз говорил, я абсолютно не даю ни советов, ничего. Тут дело касается меня, пусть сами решают. Наталья Чарнова. Мир вам, Игнатий Тихонович, подскажите, пожалуйста, вы говорили, что когда видишь сон и есть крест, это от Бога. От Бога с маленькой буквы. А если я сама крещусь, весь сон в себя крещу, людей, которые ко мне ходят, хотят подойти или рядом стоят, я их крещу и вижу, что в них духи нечистые есть. Крещу углы помещений, стены, ну, в общем, все вокруг креста, крещу, и духи отступают. Есть тут что-нибудь или не обращать внимания. А еще, когда крестила, всегда говорила, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Я отвечаю, так бабки в храмах крестят друг друга. Каждый видит друг в друге нечисть. Я никогда этого не делаю открыто. Хотя при выходе из дома так и делаю. А назначенного ответа тут нет. Крестились и видели крест. Это разное. Опасно в шизофрению влазить. И через окна, наверное, закрытые. Поменьше смотри за другими. Наталья, отец Игнатий, мир вашему дому. Одна женщина мне в одноклассниках написала, видно, верующая и православная. Вот она заболела, и как помощь ей, и прочее. Сергей, отец Игнатий, да храни тебя Господь и ближних. Аминь. У меня отпуск планируется в конце мая. Маршрут моего движения – православное село Потеряевка, Азия, чистоты и православной веры. По пути посещу старшего сына в городе Магнитогорске, в Челябинской области. Это Сергей Игнатов пишет. Прошу заранее твоего разрешения на приезд, если Бог даст и жив буду. Твоя недостойная духовная щада, Сергей Игнатов. Вот Максим Степаненко написал статью. «Почему церковь накрыла бесовская волна грязни своих своими же». Вот как она называется здесь. Я-то все насчитал сегодня. Большая статья. Если брать такой шрифт на двадцатку, то шестнадцать страниц, кажется. ФСБ пресекла в Крыму деятельность ячейки «Свидетели Юговы». Вот это тут написано в Крыму, как они были, что они виноваты в чем. Ничего не виноваты, никакой вины нет. Это образ их жизни. Руководители тут брали деньги. Да, то есть что угодно можно найти. Да, на калитке замок. Там мы узнали, как. Там Сергей Марщенко, бывший адепт секты, говорит вот так. Ну, считайте сами. Да. Удалось закрыть им «Свидетели Юговы». Я абсолютно против. Какие им приписывают преступления, кровь не проливай. Да, это их выбор. Ну, просто. Они такие плохие. Но это не так. Я не хвалю, но я говорю, что это нехорошо и не соответствует действительности. Про «Свидетели Юговы». Они такие же граждане государства, не теократической. Игнать их никакого основания нет. Все на этом. Продолжение следует...